Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире видеоканал День за днём. Студия Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. Хочется жить в роскоши и, наверное, желательно за чужой счёт. Так думают те нижегородцы, которые беспрестанно берут кредиты. Между прочим, уже более 10 тысяч нижегородцев находятся в предбанкротном таком состоянии. Ещё немножко их лишат прав на всё. Кредиты? Что же это? Расширение собственных финансовых возможностей или долговая кабала? Об этом мы рассуждаем в прямом эфире. День за днём мы начинаем. Согласитесь, сегодня взять кредит проще простого. Оформляют быстро. Документов очень часто требуется минимальный пакет. Суммы практически любые, на любые цели. И нам при этом, люди, которые эти самые кредиты выдают, говорят, что вот так и должен выглядеть капиталистический рай, когда каждый может потреблять ровно столько, сколько хочет, и денег может взять для этого где угодно. Да, наверное, это лучше, чем когда-то мы бегали по друзьям, знакомым, родственникам, и просили дать займы до зарплаты. Но, с другой стороны, я лично предпочитаю жить по тем средствам, которые есть у меня. Ну и, видимо, так рассуждает большинство населения, особенно те, кто уже прошёл через вот эту кредитную мясорубку. Знаете, мы, готовясь к сегодняшнему эфиру, вот просто зашли в поисковик и начали вбивать туда фразу «взять кредит и». И предлагаем посмотреть, что из этого получилось. Это вот настоящая реальная выдача. Почему-то сразу появляется взять кредит и не отдавать его, и не платить, и обмануть банк, и не платить проценты, и кинуть банк, и уехать из страны, и не отдать его. Вот такой негатив изначально. Хотя, вроде бы, организация даёт нам те самые заёмные средства для того, чтобы мы могли получить то долгожданное, наверное, необходимое какое-то средство, может быть, передвижение автомобиля или квартиру, или мобильный телефон. Ну, и потом вернуть средства банку. Моё любимое взять кредит и уехать из страны. Ну, не в смысле, что я так делал, а в смысле вот именно в той поисковой выдаче это поразило. Что же такое всё-таки кредиты сегодня, и как нижегородцы относятся к этому виду банковской услуги, банковского продукта? Об этом с вами будем рассуждать в прямом эфире, в программе «День за днём». Поэтому будем ждать каких-то ваших историй, ваших реплик и ваших звонков, естественно. Телефон прямого эфира 434-34-77. Это возможность дозвониться в прямой эфир и рассказать свою историю. А может быть сказать, да не надо вот все эти заёмные такие организации, куда они молодёжь развращают. И денег потом молодёжь не может вернуть в банку, потому что и заработать их не может. Да ладно, молодёжь, люди старшего поколения тоже в зоне риска. Об этом будем говорить. Ну, а пока что у нас наступает время новостей. И появляется в студии Андрей Новокрещенов с последними подробностями. Андрей, привет. Добрый день, Оксана, Илья. Я готов рассказать о самых интересных событиях к этому часу. Это «Время новостей». Итак, сегодня четверг, 12 июля. И сегодня первая тренировка футбольного клуба «Нижний Новгород». Проведёт её новый тренер команды Дмитрий Черышев. Тренировка проходит на территории спортивного центра «Борский», там, где базировалась сборная Уругвая по футболу. О других новостях прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Последствия разрушения на Волжской набережной в Нижнем Новгороде устранят в течение двух суток. По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, правительство области дало поручение увеличить объём ливневой канализации в микрорайоне «Седьмое небо» и укрепить там склоны. Напомним, в понедельник из-за сильного ливня разрушилась брусчатка на тротуаре Волжской набережной. Половина месячной нормы осадков поспособствовала провалу грунта. Сейчас на объекте идут восстановительные работы. Самое главное здесь, что мы оперативно понимаем, что есть. Сделаем это без единой бюджетной копейки. Сделает это всё подрядчик в части гарантии, выполнения гарантии. Поэтому я думаю, что вопрос будет закрыт через сутки, через двое. А системно укрепим склоны и поработаем с ливневкой в «Седьмом небо». Четыре дома, управляющие компанией в Нижегородской области, лишат лицензии. Такое решение приняла лицензионная комиссия. С 2018 года она имеет на это право. В списке дуков, которые не оправдали доверие, ЖКХ «Ильинская», ООО «ГДК», «Жилсервис-2» и «Кулебакская» центральноуправляющая компания. Последняя за время своей деятельности успела накопить долг в 60 миллионов рублей. Все четыре дука признаны банкротами. К сентябрю лицензии могут лишиться еще около сотни нерадивых домоуправляющих компаний области. Долги компании открывались до этого именно для того, чтобы пересогласовывать дома. Они, допустим, одни управляющие компании накопили долги, быстренько пересогласовали, долги оставили, и в управляющей компании появляется новая. Вот этот процесс мы сейчас хотим остановить. У православных сегодня большой праздник – День святых Петра и Павла. Он знаменует окончание многодневного Петрова поста. Согласно церковному учению, именно в этот день апостолы приняли мученическую смерть в Риме. Во всех православных храмах проходят праздничные службы. В Нижегородском храме в честь Петра и Павла специально к празднику написали икону с апостолами. Из Греции привезли частицу их мощей. Это единственная икона с мощами святых Петра и Павла во всей Нижегородской области. Из Греции нам были переданы эти мощи только по милости Божией. И сейчас любой нижегородец в любое время может прийти и приложиться, потому что эта икона будет у нас пребывать постоянно в нашем храме. Я очень рада, что у нас еще и мощи появились. Все они называют прошедший год тяжелейшим и счастливейшим в своей жизни. Выпускники Академии Никиты Михалкова получают дипломы из рук ректора. Известный режиссер признается, что не любит официоза, поэтому по-простому пригласил студентов в свою усадьбу в Павловском районе. В такой дружеской атмосфере в Академии проходят и занятия. Именно в этом, говорит Михалков, успех его обучающего метода. В этом году Академию заканчивает и Нижегородка Анастасия Логинова. Как и у многих актеров, у нее, конечно, была мечта поработать с таким мастером. И она сбылась. Я не танцующая. Я говорила, мама, я танцую на сцене Чарльз Стоун. Ты можешь в это поверить? Она говорила, дочка, как? Как мастер все это выстраивает? Откуда он все это берет? Как это все? Для меня он просто сверхчеловек. Они заканчивают и не уходят. Куда их девать, непонятно пока что. Поэтому я думаю, что мы будем запускать спектакли. Мы будем играть их. И спектакли будут есть по стране и за границу. И будем набирать и двигаться. Я хочу такой создать большой холдинг молодых актеров. Поздравления выпускникам. А теперь расскажем, что ждет нижегородцев сегодня. В 14.00 начнется пресс-конференция, посвященная старту ФК «Нижний Новгород» в ФНЛ с участием главного тренера клуба Дмитрия Черышева и заместителя спортивного директора Антона Хазова. В 17.30 русский музей фотографии ждет посетителей на открытие уникальной выставки из фондов музея и частных собраний «175 лет нижегородской фотографии». На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Увидимся через час. А итоги дня подведем в 19.30. И у нас будет гость. Это вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова. Поговорим с ней о том, как влияет Ассоциация на развитие рекламной отрасли и о новинках предстоящего в Нижнем Новгороде 19-го рекламного форума. Оксана, Илья. Спасибо, Андрей Новокрещенов. Андрей, тема нашего сегодняшнего эфира – это кредиты. Брать или не брать? Как ты относишься к заемным средствам? Я пользуюсь кредитной картой, но не пользуюсь кредитом. Это инструмент, им надо пользоваться. Но пользоваться осторожно и умело, как молоток. Можно гвоздь забить, можно по пальцам. А 100 рублей взаймы дашь? Без проблем. Мелковато, правда, как. На ее имя можно выдать мне кредит. Спасибо, Андрей. Ждем твоего возвращения в нашей студии ровно через час. На самом деле, ведь каждый, наверное, хоть раз в жизни с кредитами сталкивался все-таки. Сегодня мы с тобой будем общаться не только с Андреем Новокрещеновым, но и, конечно же, с экспертами в нашей студии. Человек, который поможет нам разобраться в теме, родился в последний день уходящего года, но искренне верит, что все у него получится. Также он считает, что курсы финансовой грамотности населения – это, прежде всего, государственная задача. А еще подумайте, вице-президент банка шуруповертом в руках собирает детскую мебель для малоимущей семьи. Думаете, так не бывает? Бывает. Это именно тот человек. Кто это? Ну, узнаем мы чуть позже. Ну, а пока обращаем внимание на наши интерактивные и ваши, соответственно, интерактивные возможности. Это, во-первых, телефон прямого эфира 434-3477. Всем звоните, рассказывайте, какая у вас история взаимоотношений с банками, с кредитами, все ли было успешно. Может быть, была история, когда вам пришлось как-то напрячь свои силы и даже обращаться в соответствующие органы, чтобы как-то развязаться. Звоните, будем ждать ваших историй. Еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, называется она «День за днем». Там размещен интерактивный опрос. Прямо сейчас заходите, голосуете за один из вариантов, что предложено. Если что, можно оставлять комментарии, мы обязательно озвучим их в эфире. Мы спрашиваем вас ВКонтакте, как вы относитесь к кредитам. Вот именно так сегодня звучит наш вопрос. И предлагаем, как это уже принято, три варианта ответа на выбор. Вариант первый. Вариант первый – это положительно, всеми руками за, потому что это новые возможности. Может быть, даже новые возможности для развития бизнеса. Потому что не всегда есть наличные средства для того, чтобы начать какое-то дело с нуля. А банки как раз для этого в помощь. Вот, кстати, это новые возможности практически во всех рекламных кампаниях, посвященных кредитам. Вот эта фраза звучит. Далее, второй вариант в нашем опросе. Негативно отношусь к кредитам как таковым, потому что это долговая яма. Из нее уже выбраться сложно. Взял сначала кредит один, потом, не дай бог, что-то пошло не так, берешь еще один кредит, чтобы погасить первый. И так, в общем, ты попадаешь вот в эту воронку, из которой выйти практически невозможно. А ты знаешь, для меня второй вариант это еще и легкие новые возможности. Потому что один раз взял на мобильный телефон, второй раз на телевизор, на ремонт квартиры. И ты весь уже в долгах. Вариант третий для голосования лучше занять у знакомых. Наверное, это уже не особо популярный вариант. Это только Андрей Новокрещенов может дать займы любому и каждому. А вот так легко уже, наверное, никто взаймы не даст. Ты знаешь, до сих пор один мой знакомый должен 2000 рублей. Если он сейчас смотрит эту программу, я думаю, он понял, о чем я говорю и, может быть, даже вернет. Просто я практически как банк сейчас себя чувствую, вернуть эти деньги уже невозможно. Вот просто так, без вмешательства каких-то отдельных структур. Интерактивный опрос уже стартовал. Голосуйте. Итоги подведем в завершение нашей программы. Ну а пока предлагаю посмотреть видеоматериал наших коллег по работе банков с кредиторами. И как легко получить кредит. Сейчас нижегородцы разделились на две половины. Одна ни при каких обстоятельствах не будет влезать в долги. Другая приобретает в кредит все, что угодно. Кредит можно брать только, когда у тебя есть уверенность в том, что ты можешь выплатить, и твоя покупка действительно необходима. На зубы вот брал кредит, жене и себе. Ну, на ремонт вот уже накопил. Некоторые считают, что без каких-то покупок в кредит вполне можно обойтись. Ну, какую-нибудь мелочь, типа телефонов, отпуск, путевки в кредит. На отдых и на свадьбы. Даже тот же дорогой телефон. Даже так же машина. Но опять же, у кого какая ситуация, можно и без машины обойтись. Можно без мебели без дорогой обойтись. С ростом количества заемщиков постепенно повышается и количество тех, кто не расплачивается вовремя. На сегодня нижегородцы задолжали банкам 30 миллиардов рублей. На самом деле, такие цифры пугают. Счет идет на миллиарды. И это такая история, когда и банки вроде бы правы, потому что они пытаются вернуть свои деньги, которые когда-то дали людям. Но и люди понимают, что они свои силы не рассчитали и попали в такую ситуацию, когда без помощи посторонних уже выбраться, в общем-то, как-то из этого сложно. Знаешь, я увидела сегодня удивительную цифру, что каждый девятый нижегородец имеет по 5-6 кредитов. Если это действительно так, ну, это вообще-то уже где-то в области фантастики. Давай посчитаем. У тебя есть кредит? У меня нет кредита. И у меня нет кредита. Значит, как минимум, где-то остальные люди потерялись. Настало время узнать, кто же сегодня нам составит компанию в дневной студии ННТВ. Кто же этот человек? Вячеслав Бартков, вице-президент Саров Бизнесбанка. Вячеслав, просим вас пройти. Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый день, я вас приветствую в нашей студии. Вячеслав, как вы относитесь вообще вот к этой культуре давать взаймы, брать взаймы? Это вообще культура какая-то финансовая или это какие-то легкие деньги? Это точно не легкие деньги. Если это легкие деньги, то это не кредит или как минимум не кредит в банке. Это точно культура, которая постепенно ко всем гражданам приходит. Кому-то она уже пришла, кто-то к ней приближается. Но я наблюдаю такую тенденцию, что люди постепенно все более и более ответственно относятся к своим обязательствам. В том числе обращаясь в банк. Вот те варианты ответов, когда взять и убежать, примерно из этого области. Все-таки таких людей меньшинство. Ну и кроме того, у каждого банка, наверное, есть свои механизмы защиты от того, чтобы давать людям, чтобы они уехали за границу, только для того, чтобы это был отпуск. Просто отдохнули. Такая довольно оптимистичная картина. Ну, кстати, отчасти ее подтверждает и эксперт, с которым мы пообщались при подготовке к эфиру. Это представитель Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова. Она как раз говорит о том, что банки стали охотнее идти навстречу тем, кто желает занять денег. Давайте прямо сейчас послушаем комментарии эксперта в эфире ННТВ. Что касается причин отказа по кредитам, наиболее частой причиной отказа остается кредитная политика взаимодавца. Порядка 48% отказных заявок. В 2018 году банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. 19% отказов в этом году произошли по этой причине. Год назад их доля составляла 17%. Более третий отказов приходится на причины, которые обозначены как другие. Это может быть отказ клиента от кредита до момента принятия решения по нему. Также это может быть невозможность связаться с клиентом по оставленному номеру телефона. Дополнительные причины, выявленные на этапе рассмотрения заявки. Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. Если в первом полугодии 2017 года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, то за аналогичный период текущего года было одобрено 77%. Также заметный рост уровня одобрений отмечается в сегменте кредитных карт. Где в первом полугодии 2018 года банки одобрили 46% заявок, а год назад только 31%. Единственный сегмент, где наблюдается снижение, это сегмент автокредитов. В первом полугодии 2018 года было одобрено 46% заявок, а год назад банки одобряли 49% заявок на автокредиты. Вячеслав, банки правда охотнее стали давать кредиты? Эксперт высказывался, по моим предположениям, все-таки о рынке в целом, скорее всего, даже не о Нижегородской области, а в целом о стране. Я готов комментировать какие-то позиции, относящиеся непосредственно к той работе и к тому банку, к которому я работаю. Ваш банк стал охотнее давать кредиты? Могу это откомментировать, действительно. Значит, мы с одинаковой охотой выдавали кредиты в 2015, 2016, 2017 годах, но каждый из этих периодов, в том числе и текущий год, каждый из этих периодов характеризуется разным восприятием нашими клиентами той обстановки, которая сформировалась вокруг них. В 2015 году люди были, скажем, прямо напуганы, может быть, ощущали какую-то непонятную перспективу развития, поэтому даже наше желание выдать кредит, оно в большинстве случаев наших клиентов оставляло от того, чтобы этим кредитом воспользоваться. И в 2015-2016 году было некое падение, так скажем, может быть, даже спроса. Да, в какой-то части, может быть, банки и ужесточали требования к заемщикам, но главной останавливающей силой, что препятствовало выдаче кредита, это было прежде всего ответственное отношение клиента к тому, что не буду брать кредит, потому что не понимаю, что будет в будущем. Я говорю сейчас о тех клиентах, кто есть в нашем банке. Очень важно понимать, что в разных банках разная нацеленность на клиента. Поскольку мы никогда не способствовали так называемым спонтанным покупкам, мы всегда заставляли клиента подумать, нужен ли ему кредит. И вокруг Саро Бизнес Банка сформировался некий ореол того, что к нам приходят клиенты, которые о выдаче кредита предварительно подумали, понимают, как они его будут возвращать, и на что самое главное, они его будут тратить. То есть такая некая селекция определенная. Совершенно верно. Поэтому я вижу тот сегмент клиентов, который является заведомо более ответственным, так скажем, чем средняя температура по больнице. Поэтому в моем случае я по сути, при выдаче кредита в Саро Бизнес Банке, мы не могу сказать, что ужесточали требования, мы просто понимали, что наши клиенты не готовы в 2015 году, не готовы были брать в таком объеме кредиты, как это было в 2014. Но постепенно ситуация действительно меняется. Очень демократично. И сейчас становится клиентов больше, которые готовы, так же ответственно относятся. Они все больше понимают то, что ситуация стабилизировалась. Пусть она может быть не самая позитивная, если обращаться к 2013. Но некая уверенность в завтрашнем дне, она все-таки есть. Появившаяся уверенность, она провоцирует клиента, способствует клиенту рассуждать в области, смогу ли я, и необходим ли мне кредит, смогу ли я его уверенно обслуживать. И ответив «да» на этот вопрос, мы видим просто больше покупок клиента. Вопрос самоощущения, получается так. Верно. У нас есть для вас пять коротких вопросов, и ждем от вас пять предельно честных ответов. Кредит на вас выписывать не будем, не переживайте. И паспортные данные спрашивать тоже. Пожалуйста. Заемные средства или собственные силы? Собственные силы. Если все-таки кредит, то на что? Только крупные покупки. Недвижимость, автомобиль? Недвижимость, автомобиль, ремонт или строительство. Я бы характеризовал это вот такими четырьмя целями. Свадьба? Нет. Это не крупная покупка, хорошо. Это роскошно. За границей банком работать легче? Нет. Кредитомания – это болезнь или миф? Болезнь. Все-таки есть такое. На что вы взяли свой первый кредит, если такой был? Ипотека. Недвижимость. Да. Вот та самая крупная покупка. Да, это была первая квартира в моей семье. Ну, точнее вот. Все начиналось именно с этого. Да, мне это помогло. Мы сегодня говорим и о том, как в целом ситуация выглядит. Поэтому у нас есть некие подготовленные цифры. Обращаем внимание на наш экран. Вот о потенциальных банкротах, да, если поговорить. Ну, это от общего числа заемщиков. Их количество составляет 1%. Это больше 10 тысяч человек. Это мы сейчас говорим как раз про Нижегородскую область. Процедура банкротства по состоянию на конец 2017-го была введена в отношении 636 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это примерно 6% от общего числа потенциальных банкротов. Ну, а вообще, на самом деле, ведь бывают такие ситуации, когда приходит человек, надо его проверять как-то, да, в том числе на то, проходил процедуру банкротства или нет. Насколько сложно? Наверное, слово «надо» в данном случае даже не требует доказательств. Это обязательная процедура. Мы смотрим, нам принципиально важно, какая у клиента за плечами кредитная история. Нам принципиально важно, каков у клиента источник дохода. И коль мы анализируем кредитную историю, мы, конечно же, обращаем внимание на то, было ли когда-то. Ну, банкротство – это уже крайний случай, да. И если было банкротство, значит, точно были кредитные долги. Ну, конечно, могут быть и не кредитные долги, но в нашем случае мы сталкиваемся, да. Мы сталкиваемся, прежде всего, с кредитными банкротствами. Откройте секрет, заглядывайте в соцсети, смотрите, а чем вот этот человек занимался в недалеком прошлом? Где отдыхал? Какую машину приобретал? Где живет? Кем живет? У каждого банка своя система проверок. Я бы предпочел не отвечать прямо на этот вопрос. Каждый банк выстраивает систему защиты. Мы пользуемся всеми доступными нам открытыми источниками информации. Поэтому, если такая необходимость будет, мы к этому прибегнем. Но, мне кажется, в этом особой необходимости все-таки нет. Еще цифры, наверное, в нашем разговоре должны появиться. Вот данные Национального бюро кредитных историй. Там вот говорится, что за прошлый год новый кредит взял каждый девятый нижегородец. То есть каждый этот человек, это не так много, на самом деле, как мне кажется. И у людей на руках по 3-5 кредитов. Что вы скажете про тех, которые действительно берут оптом? Не так, когда действительно вынуждена необходимость, хочется приобрести свою собственную квартиру, а когда ты набрал 5 мелких кредитов, потому что тебе нужно и это, и это, и это, и матрешка уже выросла? Это не наш клиент. В большинстве случаев человек, кто склонен к спотанным покупкам, в том числе берет, например, 5-7 кредитов. Ну, такие действительно попадаются в поле зрения, но крайне редко. Но в большинстве случаев такие клиенты, обладая вот таким количеством обязательств, даже зачастую бывает их не объем, а просто количество. Обладая таким количеством обязательств, клиент может просто путаться в том, какие платежи, в какой момент делать. Мало того, не поверить, они не помнят, кому платят. На столе 5 карточек лежит кредит. Да, я плачу, обслуживаю кредит, но даже не помню, кому. Вот когда человек начинает запутываться в таком количестве кредитов, бесспорно для нас это в определенном смысле стоп-фактор. Вот, вместе с тем допускаемые исключения, когда человек, обладая там тремя, например, имеющимися кредитами, да, планирует их, допустим, реструктурировать, ну, я думаю, даже рефинансировать, да, та тема, которая стала достаточно популярной последние, наверное, два года. Мы понимаем, что действительно ему процесс рефинансирования, он может ему, а, помочь, б, упорядочить свои расходы и обеспечить ему таким образом, упорядочив расходы, обеспечить ему нормальную финансовую дисциплину. Для нас это важно, поэтому мы попросту каждого клиента, ну, вынуждены и выстроили такую систему, что каждого клиента смотрим индивидуально. У нас нет как такового скоринга, поэтому обладает, если обладает человек большим количеством кредитов, это точно попадет в наше поле зрения. Это одна из, один из, ну, так скажем, пунктов той проверки, которую мы делаем. Ну, то есть, если перейдет человек, чтобы взять кредит, чтобы погасить предыдущий кредит, на мороз вы такого человека сразу не выгоните все-таки? На мороз не выгоню, но смотреть буду предметно. Во-первых, что будет, что за плечами у этого человека уже в существующей кредитной истории. Во-вторых, что он планирует делать, мы ведь можем выдать кредит на рефинансирование не только в сумме имеющейся задолженности, мы можем и выдать, что называется, деньги сверху, но только мы должны понимать, каким образом, а, он будет, из каких источников он будет это обслуживать. То есть, нужна стабильный источник дохода. Это, как правило, заработная плата, ну, классическая ситуация. И, кроме того, имеем ли мы возможность каким-то образом снизить наши риски, ну, например, за счет того же обеспечения. То есть, для нас предложение клиенту предоставить обеспечение, для нас это нормальная практика, мы ее приветствуем и поощряем клиента предоставлять нам обеспечение через ту систему скидок, которая есть у нас в банке. Чтобы всем было спокойно, и вам, и ему. Вы не стали отвергать, что кредитомания существует, не станут отвергать и психотерапевты. С нами на телефонной линии сейчас находится психотерапевт Андрей Каменн. Андрей, приветствуем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Андрей, правда ли, что кредитомания это официально признанное какое-то уже расстройство, заболевание, не знаем, какой термин правильный здесь выбрать? Нет, это все слухи. В списке психических расстройств международной классификации болезни МКБ-10 данный диагноз отсутствует. Отсутствует он в проекте МКБ-11. Но, тем не менее, само явление довольно хорошо известно. Это не болезнь, это скорее симптом, или, как у нас мы, врачи, говорим, синдром, характерный для иных расстройств. То есть, понятно, что подобные вещи, да, они возникают не у каждого человека. Это определенные характеристики. Ну, то есть, такой человек, скорее всего, эмоционально неустойчив, склонен к импульсивным поступкам и страдает от двух вещей. От низкой самооценки, а также тревоги и депрессии. Вот в этом случае он как раз в зоне риска по кредитомании находится. Депрессивный человек с низкой самооценкой – это потенциальная зона риска для кредитоманов? Тревожный, депрессивный. Но самое главное – это низкая самооценка, потому что у него не обязательно будет тревога и депрессия. Но если для поддержания, собственно, самооценки ему нужны какие-то внешние доказательства, внешние поступки. Купить айфон, например, да? Импульсивная, да, импульсивная покупка. Например, то есть вот ничего, что я потом беру практически в ипотеку и выплачивать буду 20 лет, но я куплю самую дорогую модель. И буду счастлив. Андрей, если у человека повышенное давление, мы понимаем, как лечить. Это действительно болезнь. Есть ли кредитомания? Что делать ему и что делать близким людям? Ну, вот я уже сказал, да. Повышать самооценку? Есть какие-то простые способы, да, кроме повышения самооценки. Но это на самом деле ходить в магазин со списком покупок и не покупать ничего из-за этого списка. Ограничивать себя в тратах, да, то есть иметь на руках определенную сумму денег и не пользоваться кредитами и прочими чудесными вещами. И вещами иметь, в основном, дебетные карты, на которых лежит фиксированная сумма. Но записывать свои расходы, потому что один из признаков кредитомания, человек не помнит, как он потратил деньги и на что. То есть вот в течение, там, вести бюджет такой. Ну и следите, в общем-то. Если ваши кредиты превысили 25%, ну, увы, вам, да, уже на комфорт. А если человек даже идет, извините, она перебьет. 50, вы прямо в красной зоне. Если человек идет уже в магазин, у него есть список покупок, а он все равно не рассчитал денег. Вот в таком случае, как остановить человека? Нет, ну это на самом деле обычная совершенно нормальная ситуация, не рассчитал денег. Да, но, повторюсь, да, так, в этом случае мы покупаем ограниченное количество, да, вещей, да, но вот мы чем-то должны жертвовать. И это тоже один из навыков. Вообще есть такая очень смешная по названию штука, называется зефирный тест. Там детям предлагали, маленьким, дошкольникам. Зефир, да, в обмен на следующую вещь. То есть если ты вот 15 минут ждешь, мы тебе дадим две зефирки. Если нет, ты ее съедаешь, и, в общем-то, она твоя. Если, например, она стреляла зефир, уходила с комнаты, вот дети, которые съедали ее сразу, ой, у них потом их отслеживали. Через 10 лет выяснялось, что у них плохая школьная успеваемость, они плохо учатся. Через 20 криминальные опыты и разного рода проблемы. Вот, ребят, мы же взрослые люди, мы зефирный тест обычно проходим все-таки. Спасибо. Спасибо. Андрей Камин, психотерапевт, был с нами на телефонной линии. Про зефирку тоже хорошо. Про зефирку тоже хорошо, прям очень хороший пример. Нужно ли вот с детства действительно приучать людей к финансовой какой-то грамотности, к ответственному отношению к деньгам? Конечно. Я думаю, это залог успеха общества. На самом деле, какой путь общества прошло за истекшие, наверное, 20 последних лет, это путь огромный, как мне представляется. Мне кажется, если вспомнить, каким образом кредитовались люди, предприятия, выдавались кредиты в 90-х годах, были совсем другие условия, рыночные условия, инфляционные ожидания были принципиально другие. Но к текущему моменту та инфраструктура, которая создана, она создана регулятором, те же самые бюрокритных историй, те же самые технологии зачисления заработных плат, практически, мне кажется, уже никто не получает, ну или минимальное количество людей получает сейчас зарплату наличкой. Все эти созданные условия привели к тому, что люди научились пользоваться финансовыми инструментами, а среди этих финансовых инструментов это в том числе и кредиты, и кредитные карты. И вот, кстати, по поводу кредитных карт, мы наблюдаем такую картину, среди наших клиентов в Сарой Бизнес Банке, что люди кредитные карты берут крайне аккуратно. Вот про кредитные карты, давайте мы продолжим наш разговор уже во второй части программы, сейчас мгновенная реклама на ННТВ, после чего мы продолжим говорить. Самое главное, попытаемся понять ответ на вопрос, есть ли вот та самая закредитованность населения Нижегородской области, но это после рекламы на ННТВ. Вот и просвистела мгновенная реклама на ННТВ, и самое главное, вам это ничего не стоило. А мы сегодня говорим о кредитах в прямом эфире ННТВ, делаем это вместе с нашими гостями. Что пишут в соцсетях? Есть такое сообщение, что кредиты дают ощущение, что можно получить что-то прямо сейчас и достаточно легко. Но очень быстро это ощущение проходит, и тогда мы по-настоящему чувствуем боль. Кредиты являются самым опасным денежным паразитом, написал Андрей. Вы согласны? Да, это как раз подтверждение того, что не берите деньги на спонтанные покупки. Слушайте, вы в банке работаете, вы говорите, что это все. Вы должны наоборот привлекать клиента, приходите, мы вам дадим под большой процент, а вы потом будете возвращать всю жизнь. Ну, разные банки могут, наверное, вести какую-то разную политику в этой части. Мне принципиально важно, Саров Бензобанку принципиально важно, чтобы клиент был стабильный и благополучный. Если он начнет брать кредиты на спонтанные покупки, вот как раз тот самый случай, но это закончится все плохо, поэтому мы способствовать этому не будем. Мало того, мы всегда клиентов останавливаем от каких-то быстрых решений. Хорошо, а от какой суммы тогда вы даете кредит? Ну, минимальная сумма 50 тысяч рублей, если речь идет о величине. Если говорить о каких-то средних величинах, то все-таки это величины близкие к 200-300 тысяч. На что чаще всего берут ваши клиенты? Это, наверное, повторюсь в какой-то части, это либо автомобиль, либо ремонт, либо стройка и обновление жилищных условий в части нового расширения жилплощади, прежде всего. То есть не покупка с нуля, все-таки это немножко не наш сегмент, если будет интересно, я могу эту позицию пояснить, а именно расширение существующей площади до чуть большей площади, когда человеку нужно добавить, условно говоря, не 90%. На планшет не дадите. Вот я тоже подумал. На планшет… Смотря какой планшет. Да, предпочту… Предложить вам заработать или я денег. Клиент подумал об этом, да, и в итоге, скорее всего, он либо скопит, либо воспользуется каким-то инструментом, который не потребует, может быть, выдачи прямого кредита. Сейчас кто-то из телезрителей говорит, какой неправильный банкер сегодня в прямом эфире ННТВ. В соцсетях не только комментарии можно оставлять, но и присылать всякие фото, видео, все, что вам попадается на глаза, и это происходит каждый день. Мы рассказываем в эфире ННТВ как раз о том, что вы присылаете. У нас и сегодня есть для вас материал. Погода нестабильная в последние дни в Нижнем Новгороде, то солнечно, то дождливо, поэтому город на себе испытывает вот все эти погодные прелести. Вот на улице Звездинка в Нижнем Новгороде сразу, как только практически закончился чем для нашего города, образовался провал. Но это не единственный провал, как мы знаем, в Приволжской столице, но поскольку этот в центре города, он моментально попал в поле зрения блогеров, пользователей соцсетей, и там начали очень долго спорить о том, неужели все вместе с чемпионатом идет, в том числе и благоустройство, и вот, в частности, эту фотографию очень активно репостили. Но буквально на следующий день ситуация изменилась, и очевидцы также зафиксировали, как происходил ремонт. Вот все благоустроено. Сейчас вот так, провал на улице Звездинка задел, но очень любопытно сравнить в формате до и после, на самом деле. На самом деле, наверное, городская администрация постоянно говорит о том, что денег не хватает, и периодически берут займы. Вы бы дали нашей городской администрации кредит? Я занимаюсь, ну, все-таки больше розничным кредитованием, поэтому все, что касается кредитования корпоративных клиентов, в том числе органов власти, этим занимаются мои профессиональные коллеги. Вот, ну, насколько я знаю, да, мы кредитуем с удовольствием. У нас есть телефонный звонок, напомню, 434-34-77. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий Иванович меня зовут. Пожалуйста. Я вот уже довольно немало лет живу в Нижнем Новгороде, и передачу все это вот так вот смотрю. Меня вот интересует такой вопрос. Знают ли наши банкиры, и вообще люди, кто занимается финансовой политикой, причину, почему все время народ наш, в общем-то, не имеющий денег, постоянно погружается все глубже и глубже в эту долговую яму перед банками. Вот в чем же корень-то злата? И я вот так смотрю, этот процесс будет продолжаться, и, по-моему, уже народ не вернет эти деньги. Надо же как-то думать серьезно. В чем причина? Спросим у банкира в прямом эфире. Спасибо. Ну, наверное, мне нужно будет повторить чуть ранее сказанные слова, что не дадим мы такие деньги, которые человека загоняют в долговую яму. Ну, надо же говорить о конкретном человеке, о конкретном заемчике. То есть если берет кредит, значит может отдать, получается. Так или иначе. Логика нашей оценки заемщика не позволяет выдать клиенту кредит, если он не может его обслуживать. Есть определенные алгоритмы расчета, то есть суммы дохода, которая у него должна остаться в наличии, в его распоряжении после выдачи кредита. Если он хочет слишком много, ну, то есть готов, условно говоря, остаться, например, в 30% своего дохода, мы скажем нет. Все, что касается обслуживания кредита, меньше 50% для нас, в частности, неприемлемо. Поэтому, когда телезритель говорит о том, что людей загоняют в долговую яму, ну, могу уверенно сказать, что это точно невозможно в нашем банке. А за другие банки пусть отвечают те самые другие банки. Посмотрим. Может быть, на этот вопрос сможет ответить еще один наш гость. Мы приглашаем в студию известного нижегородского экономического журналиста Константина Барановского. Константин, проходите, присаживайтесь на наш диван. Добрый день. Добрый день. Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос? Вы знаете, я в данном случае, наверное, выступлю в качестве такого определенного адвоката банков по одной простой причине, что на самом деле именно банкам и банкирам невыгодно загонять клиента ни в какую долговую яму, хотя бы потому, что банку потом возиться как бы с продажи вот этих всех залогов, это не банковское дело. Я бы, наверное, сместил центр тяжести разговора на микрофинансовой организации по одной простой причине, что у банка серьезные требования к заемщику, и чтобы получить в банке кредит, нужно предоставить очень много всевозможных документов. И там размер кредита достаточно большой, это, как правило, несколько десятков тысяч рублей. Нет, не банки виноваты, виноваты микрофинансовые организации. Вы знаете, наверное, да. Но если уж совсем говорить про виноваты, я, наверное, скажу непопулярную вещь, но виноваты сами заемщики. Я, к сожалению, сталкивался неоднократно с тем, что люди ведут себя крайне, ну как сказать, безответственно по отношению к деньгам. То есть, например, вот история. 30 лет, мужчина, безработный, захотел купить себе некий дорогой смартфон, взял на него 15 тысяч кредита, выплатил порядка 45 тысяч, перестал платить, задолжал еще 75, ударился в бега, пришли коллекторы к его маме и так далее. То есть, и когда я у него спросил, зачем ты это сделал, он ничего не смог мне ответить, кроме того, ну мне же нужно, мне же хочется, мне же 30 лет. И плюс я встречал такие, например, ответы, как, а разве кредит нужно отдавать? А я не знал, не знал, да. Чужие деньги нужно отдавать, для этого нужна, наверное, финансовая грамотность. И поэтому, наверное, и вот то, что есть возможность взять, не значит, что ей нужно пользоваться. Да, например, есть возможность спрыгнуть с крыши, но как-то нет длинной очереди желающих спрыгнуть с крыши. А здесь вроде как человек идет... Это какие-то сложные, страшные метафоры у вас пошли. Давайте лучше мы переключимся на цифры, которые мы подготовили для нашего разговора. За последний год число выданных ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 32%, на треть. Автокредитов лишь на 10%. Все-таки прав наш первый гость, Вячеслав, который говорит, что да, недвижимость, она рулит. Константин, подтверждаете? Да, безусловно, недвижимость. И вообще я согласен с Вячеславом, что если уж брать кредит, то на какие-то крупные покупки, без которых действительно нельзя. И в данном случае недвижимость, ипотека – это серьезное решение, но это и серьезный драйвер рынка. То есть это то, что движет рынок вперед. Ну и интерес ради, самый популярный автомобиль, на который брали кредиты – это Lada, и на марке это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Ну и средняя сумма автокредита – 693 тысячи рублей. Ну так, на всякий случай, напоминаем для наших телезрителей. Кто брал? И вот мы говорим, что молодежь чаще всего берут. Нет, возрастные пенсионеры берут тоже. Нижегородцы старше 65 лет тоже стали чаще брать кредиты. В основном потребительские. На бытовую технику, ремонт квартир, дач и средняя сумма займа у пожилых людей – 110 тысяч рублей. Ну вот пожилые очень часто приходят за кредитами. Ну я сейчас скажу такую вещь, может быть, на самом деле, кого-то и пугающий. Ну возраст. Ну взять кредит-то возьму, а уж как я его буду отдавать? Это вроде не моя проблема, и может быть, времени-то у меня не будет для этого. Как работают банки с людьми пожилого возраста? Как объясняют им необходимость брать кредиты, в свою очередь? Такой вопрос. Пришел, не знаю, пожилой человек. Его так же отговаривают точно так же, как… Вячеслав, что вы скажете? Да, да, да. Значит, у нас действительно есть, в Сарово-бизнес-банке есть действительно потребительский кредит, ориентированный на пенсионеров, мы его называем кошелек пенсионный. У него действительно средняя сумма кредита 100 тысяч рублей. То есть это, по сути… Попали. Да, да, да. Значит, максимальная сумма возможная 200 тысяч рублей. Принципиально важно, как и при кредитовании клиента работающего, нам принципиально важно, каков доход у пенсионера. Мы прекрасно понимаем, какой средний доход у пенсионера. Значит, зачастую при умеренной ставке, а ставка умеренная, при сроке кредита 3 года, ну, это самый популярный кредит для пенсионера, при ставке 3 года, при наличии обыкновенного уровня пенсии, а, возможно, еще многие наши пенсионеры все-таки работают, то есть они имеют еще дополнительный доход, для них обслуживание 100 тысячного кредита на 3 года не представляет какой-то сложности. Да, чтобы сумма была не очень. Константин, вот вы говорите, молодой человек 30 лет, понятно, возможно, но хотя в таком возрасте маловероятно, еще ветер в голове. А пенсионеры о чем думают, когда берут больше 100 тысяч кредит? Ну, я думаю, что они думают в том числе и о своих собственных родных, там, детях и внуках, которым нужно помочь. В данном случае, как это ни парадоксально, пенсионеры достаточно такая стабильная группа, то есть у них понятно в месяц, сколько им заплатят пенсии и не могут не заплатить. И поэтому у пенсионеров есть определенные, как бы, ну, что ли, гарантии того... Минимум, гарантированный. Да, гарантированный минимум, что пенсионер эти деньги вернет. А вот когда сегодня есть работа, завтра нет работы, это большой вопрос. И это, кстати, большой вопрос и к заемщикам. Да, зачем брать, условно говоря, там, 5-10-15 тысяч, не зная, завтра ты сможешь их отдать, а процент на процент это все нарастает, и послезавтра к тебе придут коллекторы и будут описывать твое имущество и забирать, я не знаю, там, машину, квартиру, кота, телевизор. Может, проще тогда накопить в таком случае. Вот и нижегородцы достаточно осторожно относятся к заемным средствам, и свои варианты предлагают, если брать, то на что, и, может быть, вообще лучше не брать. Накануне мы вышли на Нижегородские улицы и вот что услышали. На эти деньги можно заработать. То есть у меня деньги работают выше, чем процентная ставка у банка, поэтому мне выгодно брать у банка деньги. Ты просто берешь вещи и пользуешься сразу. Если что-то планирую, то куплю деньги. Ипотечный кредит не стоит брать, если ты не знаешь, не уверен, что ты его выплатишь. А если я, например, задумала что-то купить, я за год накопила без процентов, без всего, и купила. Если берете кредит, всегда это большая нагрузка идет на семейный бюджет. Банки, как правило, в кредиты вставляют различные страховки. Плюс к тому существует такая схема, при которой сначала вы банку выплачиваете проценты по кредиту, потом выплачиваете тело кредита. Если вы внимательно посмотрите, сколько вы переплачиваете, то это будет порядка 50-70% минимум. Понравились вот эти объективные ответы нижегородцев. Как вам их мнение? Ну, в общем, видимо, это как раз те самые нижегородцы, которые разумно и ответственно подходят к собственной финансовой ситуации. Потому что действительно нужно сначала 7 раз подумать, а потом один раз решить, надо тебе брать кредит или не надо. И, как говорится, сравнивать свои доходы, свои расходы и риски. Сможешь ты обслуживать кредит, не сможешь ты обслуживать кредит. На самом деле в умеренности нет ничего плохого. Это то, о чем говорил, например, господин Камен несколько минутами раньше. Идешь в магазин, возьми список покупок. Была очень интересная реплика по поводу того, что совокупная сумма переплаты составит 50-70%. Один из нижегородцев упомянул это сейчас в общении. Мне кажется, важная позиция, которую тоже многие заемщики, многие банки методично отодвигают в сторону, это логика расчета ежемесячного платежа. Есть так называемая, я хотел бы заострить на это внимание, есть так называемая логика расчета платежа аннуитетного и дифференцированного. Аннуитетный – это когда все платежи одинаковые каждый месяц в копейку, из месяца в месяц. А есть дифференцированный платеж, который постепенно начинается с более большей суммы, но с более серьезной суммы и затем постепенно уменьшающийся. Так называемый дифференцированный платеж. Мы сохраняем логику предложения дифференцированного платежа. Саробизнес-банк с удовольствием выдает такие кредиты. Поэтому если кто-то заботится о минимальной переплате, welcome за дифференцированным платежом. Мы с удовольствием прокредитуем именно с таким видом платежа. При этом, поверьте, далеко не все выбирают дифф. Дифф – это дифференцированный платеж. Далеко не все его выбирают в силу того, что кто-то для себя совершенно категорически считает, что комфорт платежа ежемесячного совершенно одинакового для меня выше, нежели чем держать каждый месяц в голове уменьшающуюся постоянно сумму. Я готов платить, условно говоря, 3600 рублей. Люди так понимают слово стабильность, как мне кажется. Поэтому если человек ищет минимальную переплату, рекомендую смотреть в область кредитов, в которых есть дифференцированный платеж. Давайте отвлечемся от серьезных разговоров и немножко поиграем вместе с вами. У нас сегодня для вас приготовлена кредитная викторина. Мы будем вам задавать вопросы из истории банковского дела и кредитного дела. Ваша задача – дать ответ максимально близкий к правильному. Готовы ли вы объединиться в одну команду прямо сейчас в прямом эфире? Тогда старты. Первое такое утверждение, которое есть. Во многих мировых банках, не знаю, насколько в российских, но в мировых точно, есть негласный список профессий клиентов, которые нежелательны. Кого сюда обычно относят? Как вы думаете, какие профессии нежелательны? Четыре профессии мы оставили, которые вот прямо такие яркие, выразительные и для нас очень удивительные. Константин Вячеслав, какие варианты? У меня таких профессий в банке нет. Я могу только предположить, что это какие-то профессии, связанные с серой занятостью, с полукриминальным бизнесом. Я бы так это назвал. Серьезный экономический журналист сразу на наивиду в студии. Но нам на самом деле было обидно, когда мы увидели правильные ответы. Это журналисты, нас с вами не ценят. Это юристы, это военнослужащие и это судьи. Именно так. Так что я думаю, это полезная информация. В таком случае я прямая противоположность. Ну, Сарой Бизнес-Ван прямая противоположность. Вы нам дадите, да, и Константину дадите кредит. Хорошо. С удовольствием мы это рассмотрим. Следующий вопрос, он уже из истории нашей страны. Кому, как вы думаете, была подарена первая кредитная карта, выпущенная одним из частных банков СССР? Ну, наверное, Михаил Сергеевичу Горбачеву, президенту СССР. Логично. Абсолютно четкая логика. Опередили всех. Действительно, и Генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву подарили первую, а остальные желающие могли тогда ее приобрести за 20 тысяч долларов. Следующий вопрос, третий. Из области, я бы сказал, уроков труда. Можно ли сломать обычную кредитку пополам? Руками, без лишних средств. И все. Все зависит от вашей, от настойчивости, от настойчивости того клиента, кто пытается это сделать. Если приложить к этому много усилий, я речь веду о многократном изломе карты, то это действительно можно сломать. Константин, поддерживаете банкира? Ну, в принципе, да. То есть, если ее долго-долго перегибать. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Сегодня вечером Константин Барановский после нашего эфира. Приведет эксперимент. У меня есть пара кредитных карт, надо бы попробовать. Уже не нужно. Действительно можно, от вас потребуется израсходовать 10 калорий. Для сравнения, пение в душе сжигает также 10 калорий. Вот что в душе спеть, что кредитку сломать примерно одинаково. И следующий вопрос. Законы царя Хамурапи, которые славился справедливостью и мудростью, позволяли древним жителям Вавилона отдавать именно это в качестве залога за свои долги. Как вы думаете, что? Жену и детей. Жену и детей. Я предположу, что жену. Детей оставлю. Детей-то ладно, никому не надо. Жену-то точно заберут. Константин действительно прав. Собственных детей можно было отдавать, если вдруг по кредиту сам справиться не можешь. Жестокие времена и жестокие нравы. У нас с вами остается еще немного буквально времени. Разговор, который мы прервали перед уходом на коммерческую информацию. Мы начали говорить о кредитных картах. Вот здесь у нас есть абстрактные на самом деле карты. Неважно, какого банка выглядит она, например, любая зарплатная, кредитная и так далее. Которую можно сломать. Я не буду, все-таки она мне еще нужна, поверьте. Константин, у вас есть такая кредитная карта? Не такая, как у Ильи, а вообще есть кредитная карта? У меня две кредитных карты, одна дебетовая. Многие говорят, что, по-моему, даже наш эксперт Андрей Камин говорил, что кредитные карты вообще-то немножко как бы и зло, если уж на то пошло. Насколько такой финансовый инструмент необходим сегодня? Или можно обойтись без него? Я, может быть, даже к своему удивлению, но вот последний год, когда стала популярной тема рефинансирования, столкнулся с такой ситуацией, что есть клиенты, которые стремятся избавиться от кредитной карты, которая у них есть. Причем это, как правило, кредитные карты с лимитом 300 плюс, 300 тысяч плюс. То есть вот 200, 300, 500 тысяч рублей. Клиенты стремятся избавиться от нее для того, чтобы прекратить находиться в состоянии постоянного долга. Вот с этой точки зрения кредитная карта, я тоже воспринимаю ее как зло. У меня тоже есть кредитная карта, и я тоже ее пользуюсь. Отстаньте из кошелька. Зло и... Просто у нее лимит просто 10 тысяч рублей. Понимаете? Вот это в меня вселяет определенную уверенность, что она мне не навредит. Она мне может помочь. Но вот те клиенты, которые приходили к нам за рефинансом, это такая была ярко выраженная проблема, когда клиент из месяца в месяц обслуживает кредитку, а долг не умешается. И вот это состояние, когда, может быть, я образом скажу, помогите мне выбраться из этой кабалы, вот эти примеры заставили меня несколько иначе взглянуть на кредитные карты, которые мы тоже предлагаем. И действительно, в последнее время мы увидим просто некий спад спроса, или точнее даже не то что спроса, а некая большая осторожность в подборе кредитной карты, особенно ее лимита. И если мне удается возможность каким-то образом обсудить с клиентом лимит карты, я всегда убеждаю клиента сделать его просто минимальным. Однажды выписали кредитную карту, и я попросил поставить ноль лимит. Был очень удивлен человек, который... Константин. Я могу сказать, что у меня по обеим картам тоже не очень большие лимиты, и я ими, картами стараюсь активно не пользоваться. То есть это как бы некий такой запас на всякий случай, не более того. То есть если этим не пользоваться, чтобы, условно говоря, каждый день что-то покупать, мне кажется, что иметь кредитную карту вполне... Опять-таки, я исхожу из собственного баланса доходов и расходов, и я понимаю, что я могу обслуживать эти карты. Поэтому я их держу. Нет, значит, я их закрою. То есть в данном случае я подхожу абсолютно рационально и экономически. Ну и финансово грамотный человек. Так уж получилось. К сожалению, не все такие. Мы попробуем подвести итоги нашего интерактивного голосования. В начале эфира мы задались вопросом, как вы относитесь к кредитам, и сейчас голосование распределилось таким образом. Ну, я удивлен такими результатами. Самый непопулярный вариант в нашем опросе сегодня это положительно люди относятся к кредитам. Лишь 15% за него голосовало. Ну да, 16, если быть более точным, уже к 17 подбирается, но это все равно меньшинство абсолютно сегодня, и это вариант непопулярный. На удивление, каждый пятый опять же говорит, что лучше занять деньги у знакомых. Есть и такие люди, которым дают самое главное, эти знакомые, да, они закрывают дверь перед носом. Ну и сегодняшний победитель в нашем интерактивном голосовании, негативно отношуясь к кредитам, это долговая яма, такой вариант выбирает почти 62% наших телезрителей. Константин, вы за какой бы вариант проголосовали? Вы знаете, я бы все-таки проголосовал за вариант положительно, запятая, но если правильно использовать. Это инструмент, да, как вот Андрей тоже сказал, что это инструмент. Там он про молоток, там я про ножик люблю говорить, что можно колбаску порезать, можно там человеку ранение нанести. Все зависит от того, как этим пользоваться. Умеешь пользоваться, молодец. Нет, лучше не надо. Вот если вы не понимаете в финансах, если вы не умеете пользоваться кредитом, не пользуйтесь. Живите по доходам. Ну, каковы доходы, так себе и позволяйте. Очень хороший совет в завершении нашей программы. Спасибо господам-экспертам, что в течение этого часа были с нами. Вам спасибо. Ну, а в нашей студии появляется человек, который с легкостью даст в долг 100 рублей. Андрей Новокрещенов с выпуском новостей. Андрей, пожалуйста. Андрей, там, наверное, очередь уже выстроилась к тебе за 100 рублей. Я обещал только вам. Прошу не распространять эту практику. Тем более, что у меня нет лицензии на осуществление банковских операций. В эфире «Время новостей» на новом Нижегородском телевидении. Сегодня новый главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев провел открытую тренировку с командой. Она прошла в спортивном центре Борский, там, где еще совсем недавно базировалась сборная Уругвая по футболу. Об этом и в других новостях к этому часу в нашем обзоре. Голы будут. Борьба в каждом матче на каждом квадратном сантиметре поля тоже будут. Новый главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» после первой полноценной тренировки с командой заверил нас, что в предстоящем сезоне болельщики увидят яркий и интересный футбол в исполнении Нижегородского клуба. Перед Дмитрием Черышевым задача стоит как архисложная, так и долгожданная – вывести нашу команду в Премьер-лигу. И для этого в Нижнем Новгороде есть все условия. Я такой счастливый человек, что наконец-то в нашем Нижнем Новгороде есть настоящий футбольный стадион, что на него приятно приходить болеть, что на нем приятно играть. Но самое главное, я хочу пригласить всех болельщиков нижегородских. Приходите, пожалуйста, на футбол. Нам нужен 12-й игрок, а без него нам никуда. Продолжение следует... На миллионах населения России только около 83 миллионов – люди трудоспособного возраста. Больше половины из них, около 50 миллионов человек, работают официально. На них приходится 44 миллиона – получатели пенсии. То есть на 6 работающих приходится 5 пенсионеров. По итогам сегодняшнего заседания было принято решение поддержать законопроект в первом чтении и поручить комитету по социальным вопросам обобщить и проанализировать поступающие предложения. Таковы новости к этому часу. Следующий выпуск в 17.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова